Всем привет, друзья, и добро пожаловать в неизведанный мир. Наконец-таки я дождался нового ивента в этом месяце. Он, с одной стороны, очень стандартный, и с другой стороны, очень нестандартный. Но лично для меня этот режим битва Sky Carrier впервые, и это было офигенно. Но давайте обо всем по порядку. Начнем с наград и с уровней. Их все так же будет 13. За прохождение каждого уровня вы будете получать какую-то награду. Здесь у нас редкий флаг, у нас здесь есть аватар, ключики, которые, как обычно, сейчас покажу, куда девать. Есть довольно интересный вот такой вот камуфляж. Ну и самое вкусное, в конце, каждый, кто будет участвовать в этом событии, абсолютно бесплатно, может получить пушку SH-16. А пушка хорошая. Сейчас, опять же, покажу ее характеристики в прокачке на примере корабля. Что нужно, чтобы эти уровни закрывать? В общем-то, для того, чтобы их закрывать, вам нужны будут вот такие вот токены, которые вы будете получать в боях. Но в боях не совсем обычных, да. Вы будете получать именно в боях, вот в этом режиме, битва Sky Carrier. Помимо этого, есть миссии, стандартные миссии, в которые вы будете получать вот эти токены. И помимо этих токенов, галдишку, как обычно, есть вариант подфармить галдишки. Я уже как раз забрал. И помимо этой галдишки будут батареи для дронов. Как обычно, батареи для дронов, ключики. И все это будет в рулетках. В общем, благодаря этим токенам вы будете продвигаться по уровням. И пока будете продвигаться по уровням, здесь вверху есть, как обычно, предложение, на которое будет скидка увеличиваться. И на 12 уровне максимальная скидка будет 90%. Что за спецпредложение в этот раз? Во-первых, набор Ураганная мощь. Что за Ураганная мощь? Это крейсер. Кстати говоря, крейсеров в целом не так много в игре. И это особенно, мне кажется, добавляет их важности, так сказать. Помимо того, что, в принципе, здесь будет сам этот Сиан Проджек 1164Е. Здесь будут еще всякие расходники с ключами. Что за корабль? Давайте быстро сейчас сразу посмотрим корабль. Пока сюда не смотрим. Это потом. Это чуть позже. Собственно, вот такой вот корабль. Чувствуете размеры, да? Сразу. А блин, ну что фильтр-то сбивается? Вот такой вот крейсер. Легендарный крейсер. Здесь есть заблокированные сразу же две ракеты. ДФ-21Д. По 25 тысяч урона. Выстрелов за атаку 4. Етить его за ногу. Что это за гребанная имба? О, они, смотрите, как офигеть, как они поднимаются. Ну, чтобы вы понимали, я первый раз его так рассматриваю подробно. Охрененно. Да блин, что за жесть такая? Подожди, а перезарядка? 14 секунд перезарядка еще. Хотя, блин, если в это все дело влить улучшений, как бы, тут и не 25 тысяч будет урон, и перезарядочка будет нифига не 14 секунд-то, да? Давайте, ладно, уже все цифры посмотрим. Че за жесткий корабль? Итого. 32 тысячи выстрелов за атаку. Четыре ракеты такие вылетают с перезарядкой 9.80? Нет, серьезно? Это че за имба? Охренеть. Ну, это жесть. Это, конечно, жесть. Такой 583 скорость. Жесть. И, как бы, чтобы вы понимали, ну, да, единственное, это один хотя бы ракетный слот, но ракетные батареи, как бы, есть еще. Вот такая ракетная батарея. По 11 тысяч шесть выстрелов. Как раз вот этим можно будет разряжать. Здесь перезарядочка сразу в базе поменьше. А потом то и добавлять, ну, адские какие-то ракеты. А, нет, подождите. Вот этим можно разряжать. Вот сюда ставите что-то очень быстрое, мелкое, скорострельное. А потом вот этим всем добиваете. Слушайте, ну, это какая-то жесть. Помимо этого, здесь есть пушка и... Одна пушка и два гранатомета. Пушка как раз та самая, SH-16, довольно-таки годная. 18 тысяч урона в прокачке с перезарядкой в 7 секунд. Вылетает два выстрела, то есть 36 тысяч вот с этого орудия. Гарантированно с довольно-таки, в принципе, шустрой перезарядкой в 7 секунд. Очень тоже не слабо. А гранатометы сразу, 1726 стоят. В общем-то, уже такие стандартные. Тоже в целом неплохие. Ну и, помимо этого, что-то вертолет. Автопушка присутствует, кстати, можно менять. И ПВО. В принципе, ПВО и шахтная тебе, и здесь на выбор. Короче, кораблик, я вам хочу сказать, очень жесткий. Ну да ладно. Так, это у нас первое, да? Первое, что там есть. Давайте дальше смотреть. Это в спецпредложениях. Первый наборчик. Еще раз. При максимальной, получается... Сколько он будет стоить при максимальной скидке? Его можно будет забрать. Вот он. За 4000 арткоинов. Блин, ну... Годная, годная штука, определенно. Помимо этого, в спецпредложениях есть зов неизвестного. Вот такой вот набор с флагом, ключами. И вот таким, казалось бы, на первый взгляд, не особо крутым камуфляжем. Но он умеет делать вот так. Полторы тысячи марок. Но камуфляж реально меня удивил. Потому что я сначала посмотрел на него, думаю, ну, как бы раскрасочка такая. Ну, ничего сверхъестественного. Когда он начал делать вот так, я такой, офигеть! Неплохо! А потом я такой сидел и думал, а что это и все? Типа, он просто исчезает камуфляж, и ты катаешься на голом корабле? Или все-таки он опять в каком-то порядке, опять натянется? И да, он обратно натягивается. В обратном порядке. Как раз, собственно, вот так это все выглядит. Выглядит круто! Что тут говорить? Камуфляжик интересный. В принципе, можно было бы себе такой приобрести вполне себе. Кстати, на бомбардировщик натягивается тоже, да? Но эффектов, единственное, таких нету, как на корабле. Короче, годные спецпредложения. Едем дальше. Очки события. Здесь же вы можете на халяву бесплатно получать эти самые токены каждые 8 часов. Ну, либо купить их за голду, если вы вдруг не будете успевать их набивать. Теперь далее едем. Активности или в магазинчике. Давайте быстро в магазинчик заглянем. В магазинчике, опять же, как обычно, бустеры очков события, бустеры тех самых токенов. Здесь же можно ключи купить. И здесь же можно много купить. Здесь много-мало. Здесь можно мало купить ключи и очень много купить ключей за марки. Помимо этого, все так же будет рейтинг лидеров. Рейтинг лидеров по открыванию активности. А что за активности на этот раз? Собственно, здесь есть две такие классические рулеточки. Одна рулетка за вот эти ключи, которые вы либо получите, получается вот здесь 8 и вот здесь 15. 23 ключа вы получите. А, еще вот 26 ключей на уровнях. Не слабо, кстати. 26 ключей можете получить на халяву. И либо, соответственно, в магазине их потом подкупить, чтобы побольше покрутить эту рулетку. Здесь много интересного. Здесь есть ДФ-100 ракета. Здесь есть беспилотник, дрон. Здесь есть Акия, торпеда. Ну и здесь есть вот эта вот штука тень. Штурмовой авианосец. Собственно, вот он как выглядит. Охренительная, я вам хочу сказать. Огромная штука. Ну и тут как бы сразу уже, да, вы понимаете, что здесь будет дофига всего. Ну а если быть точнее, здесь есть сразу рейлган. Такой не слабый. 17 тысяч два выстрела. Два гранатомета, штурмовики. Бомбардировщик. Ну так как это штурмовой авик. Дрон и три вертолета. Ну и помимо этого, здесь еще и неплохое присутствует ПВО. Вот такая вот эпичная штука. Но опять же, чтобы вы могли сравнить размеры. Например, вот так выглядит РФ-шторм. Вот так выглядит, да. Вот, спасибо. Вот так выглядит РФ-шторм. А вот так выглядит вот эта бандура. Офигеть. Что дальше? Что еще в этих активностях есть? Помимо этой рулетки, есть, так сказать, халявная рулетка. Которая крутится за вот такие вот батарейки для дронов. Которые, как я уже говорил, вы будете получать, выполняя миссии события ежедневные. Вот они как раз. Ну и что за них надо будет накручивать? Давайте. Точнее, можно будет накручивать. Тут чисто автопушечная такая тема. Ну, точнее, я бы сказал, ПВОшная тема. Хочется покрутить однозначно, потому что два гатлинга. Что может быть лучше одного гатлинга? Два гатлинга, естественно. Японская вот такая вот установка. Помимо ее есть еще ОРВС. Современный автоматический артиллерийский комплекс с калибром 30 мм. Для обороны корабля от воздушных и от морских угроз, кстати. Это хорошая вещь, однозначно. Ну, и еще есть Type 1130 AESA. Китайская улучшенная версия Type'а, оснащенная радаром, для которого большая дальность точной стрельбы. Дальность 3 км базовая. Ну, неплохо, в принципе. Ну, и тут всякая, как обычно, будет мелочевка. Ну, и, собственно, звезда до всего этого дела. Тот самый, собственно, режим битва Sky Carrier. Это вообще отдельная штука. Я когда в этот режим зашел, и я такой, офигеть, что происходит? Во-первых, это все очень круто визуально выглядит. Я сначала вообще не понял, что происходит. Ну, в общем-то, на самом деле, классический режим, где обе команды, ну, есть две команды, и каждая команда борется за захват точек. Вы будете управлять летающим вот таким вот авианосцем, у которого есть разное вооружение. Там и пушка, и ракеты, и, собственно, летательные всякие аппараты. Ну, и цель режима какая? Захватить контрольные точки или уничтожить вражеские Sky Carrier. На этот раз без всяких возрождений. Всего одна жизнь. Ну, и у каждой команды в начале игры есть 500 очков. Очки уменьшаются, когда враг удерживает контрольные точки или уничтожает ваши Sky Carrier. Для захвата точки, соответственно, будете находиться в ее территории и захватываете. Здесь, в принципе, все как обычно. Если честно, такой один момент, да, который я... Я сначала, как обычно, ну, прямо нажал, прямо лечу, смотрю, а противник где-то вообще подо мной, и я такой, не понял. А здесь что, можно? Выше-ниже еще, что ли? И оказывается, да, на Ctrl и Shift вы можете подниматься выше-ниже и тем самым усложнять, ну, как бы и выцеливание ваше, и, в принципе, обнаружение ваше. Потому что не совсем иногда, где-нибудь если под вами тип, ну, привыкаешь-то к кораблям обычным, и под вами кто может быть? Ну, только есть подводная лодка, да, а так в основном все на одном уровне. А тут все не совсем так. Все по разным уровням происходит. Выглядит реально классно. Сами эти Sky Carrier и для меня, конечно, это было откровение. В общем, однозначно буду рубиться в этот режим. Ну, а на этом у меня все. Не забудьте прожать лайк, пишите ваши впечатления в комментариях. Всем пока.